Продолжение следует... В повестку дня сессии ЗАГС-собрания внесен законопроект о выборах губернатора Севастополя. Известно, что к нему поступили несколько поправок от губернатора и фракции ЛДПР. Каких статей эти поправки касаются и какие из них должны быть поддержаны в вашей комиссии, а какие нет? Если быть точнее, то данный законопроект был внесен еще значительно ранее, где-то полтора месяца назад. А в настоящее время мы его внесли в повестку дня для принятия уже во втором окончательном чтении. Естественно, между первым и вторым чтением есть период, когда субъекты законодательной инициативы вправе внести данный законопроект, внести соответственно свои поправки. И данные поправки были внесены двумя субъектами законодательной инициативы, а именно поступили данные поправки от губернатора и от депутатов ЗАГС-собрания фракции ЛДПР. Это депутатом Валесом и депутатом Журавлевым. Данные поправки были внесены, и они действительно поступили, рассматривались. И поправки, которые были внесены губернатором города Севастополя, были приняты. И поправки, которые были внесены данными депутатами, были на заседании комиссии отклонены. Во время обсуждения этого законопроекта множество замечаний коснулись права голосовать солдатам-срочникам и возможности самовыдвижения кандидатов и муниципального фильтра. Кто-то из субъектов законодательной инициативы подал поправки? Я уточню несколько. Я неправильно сказал, что комиссия приняла решение отклонить. Нет, комиссия рекомендовала законодательному собранию одни поправки губернатора принять и не поддержать, а другие поправки, которые не поддержать. Потому что комиссия у нас, состав комиссии не обладает правом отклонять, либо не отклонять поправки. Это уже будет решаться непосредственно на заседании, на пленарном заседании, уже непосредственно депутатами и, естественно, большинством голосов уже данные поправки будут либо приниматься, либо не приниматься. Что касается вашего вопроса, поправки, которые были внесены губернатором, они в основном касались юридикотехнических и технических различных моментов, которые, вы знаете, у нас нет предела совершенству и всегда, когда вроде бы отработанный закон, тем более он был внесен на основе того законопроекта, закона модельного, так называемого, который является единым для всех субъектов федерации. Но вот в данном даже модельном законопроекте наши юристы и лингвисты нашли ряд замечаний, касающихся строения, норм и тому подобное. Тем более у нас есть свое внутреннее законодательство, которое очень строго относится к построению, структурному построению тех или иных правовых норм. Поэтому это касалось именно приведения, соответствия данного законопроекта, ну той форме, которая, вот они и не касались сути. Сути самого законопроекта, он как был, так и остается в том виде, в котором он был внесен в первом чтении. Вот, но существенные моменты, конечно, имеются. И это, об этих моментах мы говорили, касается внесения депутатами, депутатами, а именно депутатом Валисом Игорем Владимировичем, он предложение о снижении муниципального фильтра. Ну, что это значит? Это значит, каждый у нас кандидат в депутаты должен собрать, обязан собрать поддержку, свою поддержку определенное количество подписей от депутатов внутригородских муниципальных образований, ну, советов муниципальных. Вот, и поэтому здесь вопрос стоял, о каком виде эти поправки должны быть, собрать депутатов. Или 7 процентов, вот они изменили несколько, увеличили с 6 до 7 процентов, потому что там требования, соответствующие, есть нюансы еще федерального, потому что 6 до 7 процентов увеличили свою поправку. И оспаривали 10 процентов муниципального фильтра, который был заложен в проекте губернатора. Вот именно об этом шел разговор. Либо 7 процентов, которые требовали и вносили поправку от этого ЛДПР, либо 10 процентов, что вносил этот проект губернатора. Ну, с минимальным преимуществом, за счет того, что я воспользовался своим правом, будем так говорить, своих, этот, председателя, законодатель, председателя данной комиссии. Вот, и мы приняли решение о том, чтобы рекомендовать, поддержать, не поддержать поправку, которая внесена, ну, будем так говорить, депутатам ЛДПР о снижении муниципального фильтра до 7 процентов, с 10 до 7. Ну, окончательное решение, повторюсь, будет принимать уже на пленарном заседании. Это просто пока рекомендация. И, наконец, последний момент, это вы еще задавали вопрос о военнослужащих, которые у нас несут. Ну, здесь два аспекта. Во-первых, это требование все-таки федерального законодательства, военнослужащий ни в коем случае не может быть ограничен в своем праве, в своем пассивном праве избирателей. Он здесь служит, он в том или ином субъекте. Ему родина давила оружие, и он защищает эту страну, и тот регион, в котором он находится. Естественно, он должен и обязан иметь право избирать своего, будем так говорить, губернатора. А в случае наступления особого периода, знаете, что губернатор является уже, ну, выполняет другие функции. Естественно, это далеко не безразлично, кто будет, и, естественно, наслужащие должны участвовать в этом процессе. Есть еще, ну, внесение было ЛДПР о том, чтобы есть такое понятие, как те, кто зарегистрирован постоянно, либо зарегистрирован по месту, имеет регистрацию, временную регистрацию по месту жительства, по месту пребывания, так называемая. Да, это интересный вопрос. Так называемая. Ну, во-первых, там требования более трех месяцев, они должны здесь проживать, это раз. Второе, и фактически это будет являться более шести месяцев. Их, этих трех, ну, кто будет участвовать в этом, не так, по большому счету, много. Если мы возьмем на запрос, вот эти выборы, которые были, выборы, которые касались в Государственную Думу, то, насколько мне известно, где-то чуть более 250 человек воспользовались и данным правом. Это совершенно незначительное количество. И мы тоже считаем, что лишать этого права, конечно, нельзя. Кроме того, у нас многие коренные севастопольцы имеют регистрацию по месту пребывания, в том числе и ряд депутатов законодательного собрания. По каким-то своим внутренним моментам они в свое время были зарегистрированы по месту пребывания. И если те, кто являлся гражданином Российской, стал гражданином Российской Федерации, имея то гражданство еще, будем так говорить, Украины с переходом, мы все автоматически получили гражданство, естественно, и регистрацию соответственно, то те граждане Российской Федерации, которые здесь проживали, они были вынуждены, были в тот момент регистрироваться по месту пребывания, регистрироваться по месту жительства, на самом деле они находились здесь. И фактически они здесь и родились, и выросли, но учитывая свою, так сказать, они не принимали гражданство Украины. И так вот оказалось, что мы и этих граждан будем лишать права. Их достаточно много. Я сказал, у нас даже есть депутаты законодательного собрания, которые так вот зарегистрированы, поэтому лишать их права, участвовать в пассивного права, выбирать это им нельзя, конечно. Да, конечно, нельзя. Да, подробно я все объяснил. Да, очень. А вот на пленарном заседании, да, грядущем будут вот эти вот поправки как раз и рассматриваться, да? А когда оно состоится? Да, вот это первая поправка, которая касалась о снижении муниципального фильтра, пошла минимальным значением, ну, имеется в виду рекомендовано, не рекомендовано к принятию, то вторую поправку, значит, большинством голосов, ну, за исключением одного тоже участвующего в комиссии, было принято уже подавляющим большинством голосов, оно тоже не было рекомендовано. Но остальные поправки, я говорю, касались юридико-технических моментов, то они... Все рассмотрят, в общем. Да, и еще я в этот, вы, наверное, хотели бы до конца, почему вдруг мы так ратуем, такая борьба за снижение муниципального фильтра, вот, вы знаете, я исхожу из того, что у нас есть губернатор, кандидат губернатора, кто-либо, вот, идет и баллотируется на этот очень важный пост, он должен, обязан иметь поддержку не только избирателей, но и тех муниципалитетов, которые входят. у нас, вы знаете, уровень власти, два уровня власти здесь, это самые низшие, это муниципалитеты, и, наконец, субъектовые здесь два уровня власти, они по закону друг к другу независимы, в некотором смысле. И поэтому, ну, конечно, независимостью абсолютно не может быть, но, тем не менее, они являются самостоятельными уровнями власти. И, естественно, для того, чтобы иметь поддержку и способность, показать способность, что вы готовы управлять этим городом, естественно, необходимо получить поддержку муниципалитетов. Если вы эту поддержку минимальную хотя бы не получите, то каким же образом вы будете управлять данным субъектом? И поэтому только из этого требования я воспользовался своим правом. Но это мое личное убеждение, что это необходимо сделать именно по этому. Я бы вообще увеличил бы этот муниципальный фильтр до 25%. Но закон позволяет только максимум 10. Ну, так вот. Федеральный, да. Предстоящее бренарное заседание будет посвящено контрольной деятельности ЗАГСобрания. Как вы оцениваете эффективность этих мероприятий? Значит, контрольной деятельности. Да, этот законопроект был внесен в свое время непосредственно мною. Я его и автор. И исходя из того, что и почему был принят этот закон, а он был принят в январе, ему уже год, потому как он вступил в силу в январе 2015-го года, 2016-го года. Поэтому, исходя из того, я его тогда и подготовил. Во всяком случае, машина эта контрольная деятельность заработала. Мы составляем соответствующие планы контрольной деятельности. Исполнительная власть приходит и в законодательное собрание, и публично, обращая внимание, что именно публично отчитывается о своей деятельности. И это является своего рода механизмом обратной связи между людьми, избирателями и исполнительной властью. Поэтому, это, конечно, дело полезное, и оно работает. Большое спасибо. К сожалению, наше время в эфире стекло. Тем не менее, большое спасибо за содержательное интервью. Да, пожалуйста. Это была программа «В контексте» с председателем комиссии законодательного собрания города Севастополя по законодательству и государственному строительству Виктором Посметным обсуждали ряд поправок в законопроекты. Далее в эфире вы увидите еще очень много интересного. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова